Освободить от постройки незаконно занимаемую территорию Шуликовский должен был еще год назад. В конце апреля суд в очередной раз предоставил ему отсрочку исполнения. Как объяснило свое решение судья Лавкачева, заявление бывшего заммэра удовлетворили из-за того, что последний, находясь под домашним арестом, физически не может нанять рабочих, чтобы те снесли дом. Суд определил удовлетворить заявление Шуликовского Вячеслава Николаевича об отсрочке исполнения решения суда до отмены, избранные в отношении его меры пресечения в виде домашнего ареста, либо ее изменения на меры пресечения, не связанные с решением ограничения свободы. Однако, несмотря на то, что суд о замене меры наказания не состоялся, строители на занятой Шуликовским земле появились уже во время майских праздников и возвели забор, разделяющий участок ранее отобранной у четинки Людмилы Бянкиной, пополам. Ограждение построили так, что дом Шуликовского оказался на стороне другого собственника, гражданки Санниковой. Мы когда к нему в кабинет приходили, мы спрашивали, кто такая Санникова Лариса. Он говорит, я ее не знаю, хотя мы же знаем, это же у нас поселок, деревня, все знают, что это жена его гражданская. Получилось весьма удачно. Участок по адресу Вербная, 7, от строений освобожден. И постройки никуда не делись. Доволен суд, доволен Шуликовский, довольно новая владелица дома. И, казалось бы, освобожденную муниципальную землю можно передавать другому собственнику. Но вот беда. Свежепостроенный забор разделил участок не поровну. А потому можно предположить, что несколько метров муниципальной земли незаконно занимает уже Санникова. И в следующий раз суд будет вносить решение о демонтаже уже ее строений. Алена Ведерникова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова